Всем привет! Предлагаем тебе посмотреть, что приготовила для тебя команда Универньюз. О самых свежих и интересных новостях студенчества расскажу тебе я, Дарья Миронова. Итак, смотри сегодня. Новые поздравления и изменения. В Казанском федеральном состоялся очередной ученый совет. Они нашли общий язык. Студенческое радио UFM заговорит на всех языках мира. В КФУ прошло очередное заседание ученого совета. На повестке дня присвоение ученых степеней, реорганизация в Ченнинском филиале КФУ и поздравления заслуженных сотрудников университета. Нам только что поступили кадры с мероприятия. Предлагаем вам посмотреть. Если вы помните, когда шел вопрос о присоединении Инженерно-экадемической академии, Набережная Челма, мы говорили о необходимости присоединения там инженерного подразделения. Данный институт, Набережная Челма, работал по принципу взаимодополнения того, чего нет, Казань. Есть вопросы? Тогда голосуем, да? Тогда пришел определиться, кто голосовал. Значит, знаки отличия к почетному званию почетный работник высшего общего образования, присвоенные за заслуги в области образования, вручается Халиковой Феделии Дамировне. Есть у меня в нашем лицее работники, которых давно уже пора поощрить. И они достойны присвоения знания, звания заслуженный работник КФУ. В Казанском федеральном подписали соглашение с Центром фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий. Что ожидает нашу альмаматор, узнаем далее. В Казанском федеральном прошла встреча ректора КФУ, Шата Гафурова и директора Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий профессора Ильдара Габитова. Основная тема обсуждения – это подписание соглашения о сотрудничестве между КУФО и Сколтехом, в рамках которого рассматривается создание совместных образовательных программ по физике. Фотоника – это одна из самых высокотехнологичных областей в настоящее время, которая бурно развивается. И специалистов в этой области в России не хватает, поэтому имеет смысл объединить усилия и сосредоточиться на образовательной деятельности в этой области. Ожидается, что подписание соглашения о сотрудничестве состоится в КУФО 13 апреля 2017 года. Казанский университет посетит обширная делегация Сколтех, и в рамках этого визита будут установлены условия согласования и внедрения в КУФО совместных образовательных программ. Анастасия Иванова, Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюс. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев подписали договор о создании кафедры ядерно-физического материаловедения. О подробностях расскажет наш корреспондент Елизавета Евтифеева. Казанский федеральный университет расширяет свои возможности. Так в институте физики открывает свои двери новая кафедра ядерно-физического материаловедения. Она создается с целью подготовки кадров и проведения научных исследований в области фундаментальных прикладных инженерных наук на основе интеграции научных, образовательных, технологических и инновационных ресурсов. Всегда надо с чего-то начинать. У нас есть хорошие компетенции, наши, с точки зрения различных видов исследований конденсированных средств. На данный момент мы преимущественно будем работать с лабораторией нейтронной физики, которая дает нам новые методы исследования конденсированных средств. Но тут же мы думаем и о ядерной медицине, тут же мы думаем о физике высоких энергий. По словам директора института физики КФУ Сергея Никитина, Казанский федеральный университет заинтересован в использовании научного опыта Объединенного института ядерных исследований. Для того, чтобы наши студенты имели больше возможностей с точки зрения научного оборудования, соответственно, вы сами понимаете, что в центре Казани построить какие-либо ускорители либо нейтронный реактор – это абсолютно невозможно. И в этом нет необходимости, когда это есть в другом институте. То есть это новые возможности для наших студентов. Новая кафедра позволит КФУ начать подготовку собственных физиков-ядерщиков. Специалисты в области ядерной физики Татарстану необходимы в том числе для развития новых направлений в области медицины. Пока требований никаких особых нет. Почему? Потому что пока эта кафедра будет работать в рамках направления физика, а это означает, что у нас было требование, они все требования и сохраняются. Второй вопрос, какой будет конкурс. И прежде всего конкурс в магистратуру. Преподавать на новой кафедре будут как ученые КФУ, так и лучшие ученые-ядерщики России. На первом этапе в работе кафедры примут участие сотрудники лаборатории нейтронной физики имени Франко. Радио ЮФМ объединило иностранцев со всего мира. Международный проект Russian International Voice стартовал 8 февраля. Меньше чем за два месяца на радио ЮФМ уже прозвучали программы на английском, бенгальском, французском, китайском, удмуртском и других языках. Данные эфиры вызвали большую волну и как в социальных сетях, и вообще в средствах массовой информации. Почему сказать? Потому что действительно данные эфиры – это первые эфиры удмуртские в Казани. То есть никогда до этого никто не делал удмуртских эфиров. Идея зародилась еще в Германии. Там в рамках культурно-образовательного обмена опытом представители ЮФМ знакомились с работой германского радиокоракс. Тогда появилась задумка вести эфиры на разных языках. Если раньше мы пытались делать какую-то традиционную радиостанцию, традиционную радио, которая делает хит-парады, музыкальные какие-то новости, мы решили от этого всего отказаться, потому что таких радиостанций на самом деле полно. Так и стартовал международный проект совместно с Молодежной ассамблеей народов Татарстана. Он заключается в том, что иностранные студенты ведут эфиры на своем родном языке. Для того, чтобы вести прямой эфир, по моему мнению, он должен быть настоящим, не выдуманным, ну как, без сценария. То есть мы делимся тем опытом, который мы нажили, но особого сценария мы не придерживаемся, поэтому эфир проходит на легкой волне. Так пространство радио ЮФМ смогло объединить совершенно разных ребят и девушек. И совсем не важно, с какой интонацией, голосом или акцентом ведут они свои эфиры. Каждый из них привносит свою особенность, что делает эфир еще более уникальным. Сейчас уже ребята не только из КФУ приходят к нам, из КАИ есть, из университета культуры. То есть и география вузов тоже становится шире. Главная задача проекта – охватить как можно большую территорию слушателей, чтобы разные страны и народы узнали от своих земляков, как им живется здесь, в Казани. Перед запуском проекта Russian International Voice стояла непростая задача вещать именно в той стране, откуда приехал студент. Но благо интернет-радио позволяет это делать. Время выбрать нужное, потому что временные пояса, они очень разные. Допустим, чтобы днем нас услышали в Латинской Америке, нам приходится ввести программу поздно вечером. Здесь 8 вечера. Темы программы постоянно разные. В своем ознакомительном эфире иностранцы рассказывали о первом дне в Казани. Обычно они делятся полезными советами со своими земляками. Как жить в Казани, как подготовиться к суровым российским зимам. Дают советы, каковы братьевутся, в каком кафе остановиться на бизнес-ланч. Сегодня мы рассказали про транспорт. Здесь как вообще люди, как сами студенты продвигаются в городе. Мы рассказываем, чтобы, во-первых, может быть, есть студенты, которые живут в Казани и не знают, как продвигаться. И тоже для того, чтобы студенты, которые приезжают в Россию, особенно в Казани, знали, какие виды транспорта и какие условия есть. Радио UFM – это единственная радиостанция в России, которая вещает на разных языках. Помимо программы Russian International Voice на радио UFM была запущена еще одна передача «Привет, Миша». Где эфир проходил сразу на двух языках – русском и немецком. Это совместный проект радио UFM и германского радио Коракс. Каждый эфир на Фейсбуке проходит видеотрансляция, поэтому любой желающий может не только услышать своих ведущих, но и увидеть. Анна Глузунова, Роман Самуарин, Ленардо Валитяров, Универньюз. На сегодня это все новости студенчества. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова